Во всем мире сегодня отмечают день борьбы с сахарным диабетом. Несмотря на успех в лечении этого недуга, он по-прежнему входит в тройку заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности или смерти. Людям с диабетом необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови, а при сложных формах болезни вводить инсулин. Однако достижения современной медицины способны существенно упростить жизнь пациентов, как именно расскажет Алина Репина. В России каждый 20-й болеет с сахарным диабетом и не знает об этом. Мы тысячу раз слышали слово диабет, но точно ли мы понимаем, что это значит? Вот сейчас мы ее напугали, столько пришли и видите, какой у нее сахар. Сахар должен быть чуть-чуть еще побольше. Диабет – болезнь врожденная или приобретенная? Врожденная, если это диабет первого типа. Как у сестер Анжелики и Даши из-под Астрахани. Я начала сильно худеть, очень много пить воды. Потом измерили сахар, у меня там было 14, после чего мы поехали домой. Раньше добавили такие глюкометры, а кучек. Там было 25, после чего уже поехали в реанимацию. Если объяснять на пальцах, то диабет работает так. Ты съедаешь яблоко, в кровь попадает сахар, но клетки не могут усвоить его просто так. Чтобы клетка открыла дверь, как мы открываем дверь курьеру с едой, ей нужен ключ – гормон инсулин. Если его по каким-то причинам мало, дверь остается закрытой. Это как кормить человека, у которого заклеен рот. Человек остается голодным, а еда перед ним тухнет, отравляя все вокруг. Очень тяжелые осложнения у сахарного диабета. И раньше эти пациенты страдали слепотой. У них развивались гангрены. Это ампутации, высокие ампутации. Сейчас у нас нет проблем ни для того, чтобы они занимались спортом, ни для того, чтобы они имели детей, создавали семьи, ни для того, чтобы они уезжали, куда им хочется, в любое место. Никто не знает причины диабета первого типа. Зато понятно, откуда берется диабет второго. Ожирение, курение, гипертония – все это со временем снижает инсулин. Вылечить диабет нельзя, но можно его компенсировать и вводить инсулин извне. Раньше это делали вручную. Теперь вопрос решает помпа. Небольшая коробка с помощью катетера, соединенная с иглой, которая находится под кожей постоянно. Просто по кнопочкам нажимаешь и все. Сам вводится. То есть здесь намного с ним легче и комфортнее. Помпа – это хорошо. Проблема в другом. Чтобы рассчитать дозу инсулина, нужно понять, сколько сахара ему нужно будет расщеплять. И здесь колоть до сих пор приходится по 10 раз за день. После 20 лет таких манипуляций пальцы выглядят вот так. Это, конечно, мучения были. Это регулярные измерения. И то, что постоянно надо дезинфицировать руки, чтобы померить. Для того, чтобы помочь Анне, ее брат, ученый из физтеха, разработал вот такую клипсу. Она вешается на ухо и без укола измеряет уровень сахара. Специальный источник света специфической длины волны просвечивает насквозь мочку уха. На другой стороне стоят датчики, которые улавливают очень маленькие микроскопические изменения величины света, который прошел насквозь. Соответственно, по изменению этой величины мы можем судить о том, какая концентрация глюкозы в крови. И эта семейная история еще раз показывает. Управлять диабетом – это как везти машину по оживленной трассе. Нужно не только знать правила, но и не бояться сесть за руль. Как не боится пятиклассница из Перми Даша. Во время игры у нее как-то вылетел катетер. Даша в ответ придумала для него адаптер, чтобы всегда было не коротко и не длинно. Длинный провод, он как бы может обмотаться вокруг тела и может произвести удушение. И адаптер – очень безопасное решение для маленьких детей. И остается только пожелать Даше удачи. Со своим адаптером она уже съездила на конкурс в Индонезию, а дома в Россию получила на него патент. К слову о том, можно ли жить полной жизнью с диабетом. Алина Репина, Яна Федорищева, Валерий Егоров и Наталья Акмайкина. НТВ.